Всем привет, меня зовут Максим Ихпихин, я представляю сообщество MicroEngine, и в этом видеоуроке мы наконец-то начнем визуальное программирование. К сожалению, наверное, мы не сможем начать именно программировать какие-то сложные вещи, поскольку всегда все начинают с азов. У программистов появилась такая особенность, это Hello World, но и скорее всего даже этого мы делать не будем, потому что мы не будем попусту тратить время. Мы сегодня изучим интерфейс графического программирования, а также изучим, как создавать те самые графические схемы и разберем некоторые категории. Ну что ж, предлагаю начать. И я создал небольшой terrain, чтобы в дальнейшем тестировать наши скрипты. Ну, начнем с простого, это как создать графический скрипт. Мы переходим во вкладку Entity, Entity, извиняюсь, Entity, все было правильно, вкладка Default, FlowGraph, Entity. Какое-то трудное слово, давайте просто FlowGraph. Ну, я сделал привязку к terrain, хотя это абсолютно не обязательно. Размещаем его где мы хотим. С настройки можете не трогать, нам особо это не надо. И нажимаем FlowGraph, Create и вводим название. Ну, давайте Tutorial. Нажимаем ОК, и вот у нас открывается наш FlowGraph, но мы обозвали категорию. Также мы можем... Вот наш FlowGraph первый, который мы создали. А это, соответственно, наша категория, к которому относится данный FlowGraph. Мы можем переименовать эту папку, и вот здесь мы можем переименовать, за что будет отвечать графический скрипт. Ну, точнее, вы можете оставлять, в принципе, и так, как написано. Но, мне кажется, было бы удобнее, если бы название, так сказать, визуального скрипта соответствовало тому, что он делает. Ну, к примеру, Car, Controller или Light Settings. Ну, я в данном случае оставлю это, поскольку нам не особо-то нужно это все. Кстати говоря, я сейчас нажал на панель, дополнительную, которую вы можете убрать. Но, мне кажется, она очень полезна. Здесь есть кнопка Open FlowGraph. И вот нам открывается FlowGraph, где мы выбираем уже, соответственно, наш FlowGraph. Дважды кликаем, у нас он загружается, появляется сеточка. Все дела. Это наши, так сказать, команды. Ну, как полукоманды. На самом деле, это некоторые наработки. Но, мы это использовать не будем. Ну, что ж, давайте пробежимся быстренько по обзорчику, соответственно, самого окна FlowGraph. Значит, первая вкладка это стандартная. Вы можете создавать просто новый FlowGraph, новый AI Action и так далее. Ну, и прочие стандартные настройки, импорт-экспорт и бла-бла-бла. Не очень, кстати, было бы интересно. Назад-вперед. Ну, в принципе, я, наверное, пропущу это, потому что это стандартная, абсолютная категория, которую должен знать каждый разработчик. Вот следующая панель предоставляет собой уже список самых нужных кнопок, которые вы можете использовать, в принципе, не набирая edit, undo, сразу hop, undo, все. Вот эта кнопка, это включить визуальную откладку. То есть, при создании скрипта на нашей схеме будут появляться некоторые цветовые линии. А точнее, наши линии, которые мы будем соединять, они будут иметь другой цвет, что демонстрирует, как работает скрипт. То есть, мы можем визуально сделать отладку и понять, какая схема сейчас работает, почему не работает нужная, и увидеть также количество срабатываний. Ну, это на самом деле все тонкости. Суть в том, что мы можем визуально откладывать визуальный скрипт. Ну, это, соответственно, удалить результаты дебага. Ну, что ж, вот мы перешли в наш первый флоу-граф. Эту панель я рассказал. Эту, в принципе, тоже здесь хранятся наши флоу-графы. Мы также можем enable, disable, отключать, включать скрипты. Вот видите, мы можем disable, отключить этого скрипта, отключить, удалить этот граф, выбрать ему другую папочку и прочее, прочее, прочее. Но добавлять мы их так не можем. Ну, мы только через new и так далее. Ну, ладно, все, что я заговорился. Следующая панель – это inputs. Вот. Ну, у нас они пока пустые, потому что мы ничего не сделали. Здесь будет соображаться информация. И вот, скажем так, у нас будет нот. Нот – это такая панелька, которая хранит в себе некоторые параметры, некоторые функции, с которыми мы можем пользоваться. Ну, и, соответственно, ничего толком писать не надо. Нам нужно просто будет их соединять между собой. И, соответственно, во вкладке inputs можно все это заполнять намного проще. К примеру, как выглядит вкладка inputs я вам покажу далее. Ну, и прочие графические утильты для работы с FlowGraph. Ну, что ж, давайте, наконец, создадим что-то новое. И что-то очень простое. В принципе, я даже не знаю. Ну, пусть будет что-то действительно легкое. Ну, давайте нажмем правую кнопку мыши по нашей сеточке, которая открылась в этой классе. Кстати говоря, это главное рабочее окно. У нас появляется, хопа, какой список огромный. Но, не стоит бояться, большинством из них вы пользоваться не будете. Основными кнопками здесь являются это addNode и addSelectedEntity. AddSelectedEntity – это специальная кнопка, которая добавляет нод текущего выбранного объекта. И addNode, соответственно, добавляет некий нод, то есть некоторый графический блок с набором характеристик, переменных и функций. Собственно, вот, они все разбиты на категории. И давайте мы сделаем что-то очень-очень простое. К примеру, каждую секунду или что-то вот с этого. Вроде, короче, будем передвигать персонажа. Куда-нибудь, не знаю, ну просто что-то легкое. Итак, мы нажимаем правую кнопку мыши, addNode, вкладка Game. В принципе, это очень стандартный нод. Если мы выберем нод старт, то есть при запуске. Он имеет, вот как выглядит нод, он имеет в себе in-game или in-editor. Это переменные логического типа, то есть где он будет работать в игре, в редакторе или везде. Если единица, соответственно, true, то есть работает в этом режиме. Output это выход. Так, ну, об этом чуть позже. Давайте добавим нод локального игрока, то есть нашего. Нажимаем, так, Entity, вроде. Так, сейчас вспомним, вспомним. Actor, 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 Local Player. Вот. У Local Player также есть вход. Вход можно попасть только через выход. Ну, да, в принципе, логично. И на выходе этого нода, то есть мы можем сказать, это блок схемы, у нас на выходе будет ID нашего игрока. Так, ну, давайте что-нибудь упростим. Так вот. Значит, мы нажимаем Add Nod. Mission. Нет, 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 какой Mission, извиняюсь. Moment. Moment to. Ну вот, это уже трудный нод. Он, как видите, достаточно с большим количеством переменных. Мы их будем называть характеристиками. Первый из которых это Choose Entity. То есть выберите объект, над которым мы будем издеваться. Ну, поскольку при старте игры у нас уже есть Local Player, и его ID мы получаем из этой схемы, то, соответственно, соединяем с этим параметром, и мы получим ID нашего игрока. И тогда мы уже будем полностью знать, над кем мы будем совершать действие. Destination это куда? То есть, какие координаты? Value это, как бы, скорость. Видите, у нас вот есть пояснение. Speed, метр в секунду или время. Ну, и так далее, короче. Теперь давайте укажем скорость. Вот, кстати, мы кликаем на нод. Вот вкладка Input. Inputs. Здесь нам предлагают Entity ID, но нам на самом деле он уже задастся. X, Y, Z куда перемещаем? Вот. Speed или Time. Тип переменной. Ну, мы выберем Speed. Value давайте зададим 10. Также мы можем и задавать двойным нажатием тут. И остальные настройки трогать не будем. Соответственно, он будет перемещаться. Ну, давайте что-нибудь... А! Это он переместится вроде бы один раз. Ну, давайте укажем, кстати говоря, что мы сместим его на 10 к XU. Не на 10, а к точке, где X равен 10. Ну, давайте запустим. Видите, мы появились сразу не там, где создавались. Так, ну... Соответственно, давайте еще какой-нибудь простенький сделаем. Ну, что-нибудь другое на самом деле. Потому что это было скучно. GameStart уберем. Давайте так. Мы создадим скрипт, в котором укажем условие. Если зашли в триггер, то переместились куда-нибудь. Значит, для этого мы нажимаем Entity, Triggers, Foxy... Вот это, короче, штука. Не буду читать. Это очень трудно было. Ну, и давайте тут. Вот такой у нас триггер. Теперь мы нажимаем наш Flow Graph. Выбираем его. И вот нажимаем по нашему триггеру. Нажимаем правую кнопку мыши. Уже во Flow Graph нажимаем Entity. Видите, как я говорил, выбирается наш триггер с, соответственно, уже набором своих каких-либо характеристик. Теперь, при условии, что мы вошли в него, это, соответственно, Enter, то наш игрок, Actor Local Player, он нам вот тут нужен будет. Поэтому переместим его пока что сюда. Мы его будем перемещать. То есть, Moment, Moment Entity To, соответственно, кого... Вот, стоп, стоп, стоп. Кого? Из Enter в Start. То есть, начинаем действие. Что эта штучка будет работать? То есть, а куда? Ну... Куда-нибудь. 100... По сотке давайте, по сотке. Тут, кстати, будет проще. Нет, давайте 10, а тут 50. Для разнообразия. Нажимаем... в наш редактор. Вот, не забываем, где стоит триггер. Нажимаем Ctrl-G. Так, он где-то тут. Так, стоп, что это такое? Че зависли? Стоять. Так. Его расположение... Мы не указали скорость. Скорость, вот в чем проблема. Мы не указали скорость. А ее укажем на 100. Чтобы быстро было. 100 метров в секунду. Ctrl-G. Вот. Ух, нас откинуло. На самом деле, это не физическое действие. Ну, в смысле, это не... Как вот, например, в Unity было. Rigid Body Add Force. Да, то есть, добавляется некая сила в некотором направлении. На самом деле, нет. Здесь просто перемещается наш игрок в нужную какую-то хрень. Да, то есть, в нужную позицию. Где там этот триггер-то был? Ну, соответственно, запускать мы вот так можем бесконечно. Но мы пока остановимся. Вот, собственно, вот это была первая работа нашего скрипта. Так, давайте переместимся там. Я краем глаза вижу. Вот, собственно, первый простой скрипт, который перемещает игрока при вхождении в триггер. Ну, давайте теперь то же самое мы сделаем при загрузке игры. Потому что в прошлый раз я вам, по-моему, соврал. У нас ничего не вышло. Что я забыл его активировать. Нажимаем Ctrl-G. И сразу нас телепортирует. Все как надо. Так, ну что ж. Основу вы поняли, что у нас берется созданный флоу-граф. Добавляется объект, над которым мы будем издеваться. И нажимается правая кнопка мыши, добавляется нод. Соответственно, у нас есть логические какие-то, например, операции. Это вот Any. Например, это комбинация каких-либо действий. То есть, например, мы переместим этого игрока. Только, только если вошли в триггер. И, например, подождали 10 секунд. Ну, вот, короче, вы поняли. Это вот многофункциональность действий. То есть, одно действие будет создаваться только если будет сделано перед этим еще энное количество действий. Также все ноды и все их описания доступны в официальной документации CryEngine. Этот урок я предлагаю вам закончить. Только что я вам рассказал принципы работы с флоу-граф. Напомню, это не было уроком программирования. Это было объяснение принципов и основ по созданию визуальных скриптов. Собственно, в следующих видео уроках, которые относятся к серии флоу-граф, вы будете узнавать некоторые полезные схемы, будете узнавать некоторые функции по работе с флоу-графом и создавать уже научитесь свои прекрасные и сложно неповторимые скрипты. Ну, на этом все. Спасибо за внимание. Я надеюсь, вам это очень понравилось. Ставьте лайки, комментируйте видео в группе ВКонтакте. Также не забывайте активничать. Все это будет в дальнейшем поощряться. Всем спасибо за внимание. С вами был Максим Непихин. Напомню, что я представляю русскоязычное сообщество MicroEngine. Всем пока и удачи в разработке.